Небольшой комментарий о планах НАТО по созданию командно-штабных элементов Альянса в государствах Прибалтики и Восточной Европы, а также активизация учений у российских границ. Хорошая мелодия, хорошая. Мы уже неоднократно эту тему затрагивали на наших брифингах, и тем не менее тема по-прежнему муссируется в СМИ, особенно со стороны Североатлантического Альянса. Последовательная практическая реализация решений, которые были приняты в прошлом году на саммите НАТО Уэльси об усилении военного потенциала блока, наращивание военного присутствия на так называемом Восточном фланге и увеличение числа и масштабов учений Альянса у границ России не может не вызывать обеспокоенности. Мы обратили внимание на объявленные по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны 5 февраля планы по созданию в кратчайшие сроки 6 постоянных командно-штабных структур блока в государствах Восточной Европы и Прибалтики для подготовки и координации проводимых в регионе учений Альянса и его стран-членов, а также обеспечение оперативности, развертывание и управление силами реагирования НАТО. По сути, осуществляется планомерная реконфигурация на сил на европейском пространстве. Очевидно, что предпринимаемые НАТО под предлогом несуществующей угрозы с Востока шаги, вкупе активно продвигаемые, прежде всего, странами Прибалтики, при непосредственной поддержке Соединенных Штатов Америки, логикой так называемых прифронтовых государств, чревато долгосрочными негативными последствиями для сложившейся системы безопасности в Евроатлантике и несут в себе мощный конфронтационный заряд, провоцированное нагнетание военно-политической напряженности у российских границ. Так, от Би-Би-Си, да? Вопрос, пожалуйста. Спасибо. Хотела спросить, я не знаю, если вы слышали или нет, но вашу реакцию на заявление министра обороны Великобритании, который сегодня заявил о том, что, по его мнению, Россия представляет реальную угрозу странам Бальтики, особенно, и что украинская сценария, как он говорит, может повториться и там. И вторая часть его заявления о том, что Россия постоянно проверяет, ну, все чаще и чаще проверяет НАТО, посылая свои военные самолеты и судно к границам Англии и другим странам НАТО. Ваша реакция, если можно? Да, вы знаете, вот, как бы, формат брифинга не позволяет очень откровенно высказываться на такие темы, но заявление господина Феллона, конечно, уже за гранью дипломатической этики и совершенно нетерпимой характеристики, которые он дал Российской Федерации. Чем-то мне это напомнило прошлогоднее выступление на Генассамблее президента США Барак Обама, который поставил Россию в число трёх главных вызовов его стране. Я думаю, что мы найдём способ отреагировать на эти заявления господина министра. Что касается второй части вашего вопроса, я обращаю ваше внимание на наш комментарий, который последовал на нашем брифинге сегодняшнем относительно усиления военного присутствия НАТО у российских границ. Как раз Североатлантический блок создаёт вот те угрозы, которые мы вынуждены учитывать в нашем военном планировании и которые вполне реальны, причём страны, которые принимают эту помощь от альянса, они не скрывают, что всё это делается ради отражения мифической российской угрозы, которой не было и нет. Так что вопросы скорее к НАТОвским планировщикам и тем решениям, которые создали серьёзную напряжённость в Евроатлантическом регионе после решения саммита Уэльси. Мы на этот счёт тоже неоднократно высказывались. Прошу иметь в виду, что это такой постоянный элемент нашего диалога и наших озабоченностей, которые мы будем высказывать нашим партнёрам по альянсу постоянно. Причём делать это будем системно, показывая реальные угрозы и риски национальной безопасности Российской Федерации.